Итак, всем здравствуйте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и мы продолжаем наш разговор о ситуации в московском Спартаке и о ситуации вокруг Александра Соболева. Футболист завис между двумя столицами, между двумя коллективами, как будто где-то в Сапсане случилась поломка, и он стоит возле Балагова вместе с тем самым Соболем, и непонятно, где он окажется в итоге. Но понятно одно, судя по всему, со Спартаком уже ситуация разладилась. И даже если Спартак не продаст Соболева в «Зенит», то дальше Соболев, если даже останется в клубе, он окажется какой-то обособленной отдельной частью, который будет держаться отдельно от всего остального коллектива и будет таким вот чемоданом без ручки, отрезанным ломтем мяса и так далее. Потому что сейчас появилось очень много интервью, заявлений и прочих нюансов, которые говорят о том, что отношение к Соболеву в «Спартаке», мягко говоря, неоднозначное. И в том числе сейчас продать Соболеву в «Зенит» — это будет очень хороший вариант для красно-белых. Давайте это обсудим. Соболев. В общем, не затеряйтесь. Отличная тема в наши непростые времена. Ну и вообще подписывайтесь на мою телегу, там много всего интересного. Итак, касательно того, что Соболев — неоднозначный персонаж, и у него там часто возникали какие-то конфликты, постоянно со всеми цапался, постоянно попадал в мягко говоря неприятные ситуации, подставлял клуб, оставляя команду без своей игры. То есть получал дисквалификации абсолютно неуместные из-за всяких жестов, из-за своего поведения. Короче, Соболев пошел в разнос, во все тяжкие распустился, и на фоне этого стоит ли удивляться, что тот же самый Абаскаль в свое время пытался как-то дисциплинировать Александра Соболева. Ну, та самая ситуация с завтраками, на которые Соболев опаздывал. Мне кажется, сейчас все больше становится понятно, что проблема не в завтраках, а проблема в том, что испанский тренер пытался привести в чувство человека, который, мягко говоря, уже попутал берега. Но тогда, мы помним, были вопли всеобщие про то, что злой Абаскаль протесняет несчастного российского игрока Соболева. Губерниев что-то там иронизировал о том, что Соболев, может быть, хочет завтракать со своей женой, а не с Абаскалем. Ну, короче, пошла вот эта вся херня, простите за выражение. А по итогу мы получаем ситуацию, что Абаскаль-то был прав. И мне кажется, в ближайшее время мы очень много увидим ситуаций, где Абаскаль-то был прав. И Джики покинул команду, и Соболев тут на говно исходит. Наверное, ситуация была не такой однозначной, как многим казалось в тот момент. Но, тем не менее, смысл в том, что сейчас, когда ходят слухи о том, что Соболь должен переехать в Санкт-Петербург, появляются различные сведения. Например, с матча Спартак-Динамо, где Максименко пообщался с Тюкавиным, и там был очень любопытный диалог. Что там у вас происходит с Соболевым? Уезжает этот фраер или нет? На что Максименко сказал, что да. Судя по этому разговору, отношение к Соболеву в клубе, прям скажем, неоднозначное, если не сказать жестче. Фраер — это не самая лицеприятная оценка. Так что здесь, в данной ситуации, судя по всему, команда Соболева уже потихонечку отвергает. И это факт. И если Соболев сейчас не переедет в Зенит, ну, получается, на Тарасовке нужно включить легендарную песню круга «Что ж ты фраер сдал назад?», иначе будет как-то даже и неловко. В общем, тут уже более-менее понятно. Причем это все сказал Максименко, один из старожилов клуба, который в Спартаке-то намного дольше находится, чем Соболев, который имеет наверняка определенный авторитет и так далее. А тут еще и Зобнин, один из капитанов, высказался в таком духе, что я не знаю, куда там переезжает Соболев, перейдет он или нет, но если футболист не хочет играть за Спартак, то ему лучше здесь не находиться. Формально можно сказать, что Зобнин на прямую Соболева все-таки ни в чем не обвинил. Но косвенно все это, конечно, прозвучало серьезным намеком касательно того, что Соболь, скажем так, уже лишний человек в коллективе. И опять же, это Зобнин, один из главных старожилов, человек, который пришел в Спартак, даст бог памяти, по-моему, в 16-м году. По-моему, вместе с Ещенко до чемпионского сезона они пришли. То есть тут, вы меня простите, это не рядовые какие-то бойцы сказали. Это уже, понимаете, сержанты докладывают лейтенанту касательно негативного поведения рядового. Так что тут, мне кажется, есть о чем призадуматься и Станковичу, как старшему по званию, и руководству, и всем остальным. И это, конечно, может поспособствовать дальнейшим переговорам по переходу Соболева в Зенит. Потому что в такой ситуации держать Соболева, ну, мягко говоря, бессмысленно. Да, я понимаю, что как футболист он может еще принести немало пользы. Но как деструктивный элемент внутри коллектива он может все разрушить. И вы понимаете, если бы это был не Спартак, я бы, может, и не так волновался. Но у Спартака каждый раз проблемы на поле начинаются. Когда у них внутри какие-то дрязги, группировки, ОПГ Ромашка или ОПГ Бейбеги. Вот в этот момент в Спартаке все идет по известному женскому половому органу. И именно этого стоит опасаться сейчас красно-белым. Поэтому Соболев, как видимо, даже если останется, будет либо в дубль переведен, либо в аренду куда-нибудь его отдадут подальше от команды. У меня, блин, такое ощущение.